Ходить в лес надо уметь. Наверное, первая ситуация, которая приходит, да, это подготовить картный компас. Скажу сразу, это не самая лучшая идея, честно говоря, потому что картой и компасом нужно уметь пользоваться. А это на самом деле навык, который нарабатывается за определенное время. Инсплантация органов животных реальна. При пересадке чужеродного органа есть всегда несколько проблем. Первое, это, конечно же, анатомическое несоответствие некоторое, да, все-таки это животное сердце не совсем точно повторяет человеческое сердце. Солнечные батареи теперь опасны. Всем привет, в эфире Универ Ньюс, а в студии Маргарита Михайлова. 25 сентября в зале Попечительского совета Казанского федерального университета завершилась пятидневная программа по повышению квалификации у глав сельских поселений муниципальных районов Республики Татарстан. Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин отметил важность сотрудничества и развития районов. Первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский акцентировал внимание на ответственности глав муниципальных учреждений перед жителями республики. Также выступил и заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зибаров, который отметил дальнейший вектор развития. В зоне вашей ответственности находится весь спектр жизни сельского поселения. Так вот сегодня Казанский университет это тоже такой большой-большой консорциум, который включает в себя собственный роддом, собственный детский сад, собственную школу, клинику. Это помимо того, что мы привыкли, что университет всегда состоит из институтов, и у нас очень много реализуется программ дополнительного образования на протяжении всей жизни. Часть из этих программ реализуется в высшей школе государственного муниципального управления. И мы очень благодарны администрации Республики Татарстан за то, что нам доверяют проведение подобных программ повышения квалификации. Сегодня университет очень большой, у нас обучается более 52 тысяч студентов и работает почти 10 тысяч сотрудников. То есть это очень большая организация, и мы весь свой потенциал направляем на то, чтобы работать на благо Республики, на благо страны. Исследователи из университетского колледжа в Лондоне создали новое семейство наноматериалов. У них обнаружили высокую проводимость, которую можно использовать для улучшения не только солнечных батарей, но и квантовых компьютеров. Есть ли вред от нового материала? Расскажем далее в сюжете. Загрязнение воздуха – одна из главных проблем в области экологии на сегодняшний день. По данным Службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, только за 2022 год в России 80% крупных городов столкнулись с превышением предельно допустимой концентрации токсичных веществ в атмосфере. Это примерно 71 миллион человек страны. Для решения этой проблемы в России активно развиваются альтернативные источники энергии. Около 20% производимой электроэнергии в России возобновляемые. А до 2024 года была принята программа по развитию солнечной и ветроэнергетики. Наука не стоит на месте. Ученые из университетского колледжа в Лондоне разработали наноматериал, способный улучшить эффективность солнечных батарей. Всем кажется, что солнечная батарея – это такое ощущение, что это как батарея классическая, но на самом деле это не так. Солнечная батарея – это просто набор нескольких панелей солнечных, внутри которых стоят обычно сейчас кремниевые такие конструкции, которые преобразуют как раз электромагнитное излучение солнечной энергии в электрический ток, привычный нам. Но в любом случае солнечная энергия, которая попадает на эту пластину, она в прямом виде нам, потребителю, не отдается. Еще в 2019 году ученые заинтересовались потенциалом фосфорных нанолент. Исследователи предположили, что их способность пропускать гораздо больше электроэнергии можно будет использовать для улучшения работы квантовых компьютеров. В эксперименте 2023 года, стремясь улучшить электропроводность фосфора, они добавили крошечное количество мышьяка. После недолгих опытов ученые смогли получить новый вид наноматериалов, который помогает электрическому току двигаться гораздо быстрее обычного. Научные сотрудники колледжа также смогли найти применение к изобретению в солнечных батареях. С помощью нового вещества получится гораздо эффективнее поглощать энергию Солнца. Также исследователи отмечают, что наноленты можно выпускать в больших количествах из-за дешевизны производства. Об экономической целесообразности. Там, где в России уже существует большое количество источников энергии на традиционных энергоносителях, а к традиционным здесь мы как раз можем отнести и гидроэнергетику, это та же самая Саян-Шужинская ГРС. Одна из самых крупных гидроэлектростанций на территории Евразии. Крупнейшая, я бы сказал. Это станции, работающие на угле, мазути и газ, на газу, на природном газе. Соответственно, если там уже существуют мощности, для того, чтобы Солнечная электростанция конкурировала с ней, значит, надо, чтобы себестоимость производства была дешевле, чем удельная себестоимость производства на электростанции, работающие на природном газе. А электростанции на природной газе сейчас самые экономичные. Развитие альтернативных источников энергии позволит сократить токсичные выбросы в атмосферу. В России этому должно уделяться особое внимание, ведь, например, те же самые частые пожары в Сибири сильно влияют на ухудшение частоты воздуха. За альтернативными источниками энергии будущее, при условии бережного отношения к природе и экологии России. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Фариза Хетуглы, Универньюс. С началом осени люди в погоне за самыми большими и вкусными грибами готовы на многое. В том числе слегка переступить через основные правила безопасности. Попав на скрытую от глаз опушку, набрав целую корзину созревших белых грибов, заядлые грибники порой не могут найти дорогу назад. О том, как не попасть в такую ситуацию и как выйти из нее безопасным для себя образом, расскажет моя коллега Елизавета Газизянова. Заблудиться в лесу легко в любое время года. Даже опытные грибники и походники умудряются теряться. Перед тем, как отправиться в чащу или просто на пешую прогулку вдали от цивилизации, следует тщательно подготовиться. Первое, что нужно помнить, если человек не умеет пользоваться картой или компасом, то в походе это будут две самые бесполезные вещи. Совершенно не важно, где находится восток или север, если до этого путникам не были обозначены основные координаты населенных пунктов или ближайших поселений. Даже если вы просто идете в однодневную тихую охоту, лучше всего составить примерную карту маршрута, разбить зону на квадраты и записать их координаты. Лучше, если кто-либо будет поставлен в известность о предпринимаемой вами вылазке. Главное, что должно у вас быть с собой, это нож и спички. Также заранее раздобудьте карту района, запомните ориентиры, направление линий электропередач, реки, отметьте для себя высокие участки, объекты человеческой жизнедеятельности. Все эти мелочи могут спасти вам жизнь. Наверное, первое, что ассоциируется, первая ассоциация, которая приходит, это подготовить картой и компас. Скажу сразу, это не самая лучшая идея, честно говоря, потому что картой и компасом нужно уметь пользоваться. А это на самом деле навык, который нарабатывается за определенное время. Это вещи, которые больше подходят для спортсменов, для соревнований, еще для каких-то таких вещей. Я, например, лично сам в походах, чаще всего пользуюсь просто обычным навигатором в телефоне. То есть без проблем он у всех есть, работает GPS, без интернета, без всяких проблем. Единственное, нужно подготовить оффлайн-карты. Второй момент, естественно, перед тем, как идти в лес, нужно внимательно вообще посмотреть карту той местности, куда вы собираетесь идти, чтобы понять, куда можно в случае чего выйти. То есть запомнить не только конкретно ваш маршрут, например, а просто понять, где какие деревья находятся, какие дороги идут и так далее. Если, предприняв все меры предусторожности, вы все-таки потерялись, случайно сойдя с тропинки, нельзя поддаваться панике. Ведь именно она – злейший враг любого заблудившегося в лесу. От бесконтрольного хаотичного перемещения есть огромная вероятность зайти еще глубже и усложнить работу поисковым службам. Если ваше местоположение заранее кому-либо известно, то и поиск потерявшегося человека первое время будет производиться в пределах маршрута, по которому следовал путник. Не паникуйте, остановитесь и подумайте, откуда вы пришли. Не слышно ли криков, шума машин или лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки – работающий трактор, собачий лай или проходящий поезд. Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские трубы – за 6, а колокольни и башни – за 15. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего выходить на воду и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, а река – к людям. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону 112 или 01. Вообще, в первую очередь, нужно ориентироваться, искать какие-то дороги. То есть, дороги, они всегда приведут к какому-то населенному пункту, в любом случае, абсолютно всегда. Главное – искать какие-то более набитые, более езженные дороги. Чем она лучше, тем, соответственно, по ней чаще ездит, и тем скорее вы выйдете к населенному пункту. Второй совет, который, наверное, очень многие слышали, это про реки, про родники, которые обязательно тоже выводят к населенным пунктам. Он работает, но нужно понимать, что идти вдоль реки или вдоль ручья довольно трудозатратно. То есть, это такой крайний случай, когда вы понимаете, что вы совсем ничего не знаете о местности, оказались совсем в какой-то тайге, где ни дорог, ничего нет. И тогда, да, это будет рабочий вариант. Но надо бы понимать, что это будет очень тяжело. Лучшее, что может сделать человек, отправившийся в поход, установить себе на смартфон систему навигации с возможностью загружать карты и иметь к ним доступ в оффлайн-режиме. Кроме того, остерегайтесь звериных троп. Отличить их от человеческой легко. Ветви над тропинкой будут смыкаться на уровне вашей груди. Хотя такой путь может вывести к источнику с питьевой водой, но встреча там с медведем или кабаном вас явно не обрадует. Не продолжайте движение, если понимаете, что скоро наступит ночь. Лучше подумайте об обустройстве места для ночлега и отдыха, чтобы утром с новыми силами продолжить свой путь. Не пейте некипяченую воду. Съясные запасы разделите так, чтобы вам хватило их до того момента, как вас найдут или вы сами выберетесь из леса. Ваши главные друзья – это кипяченая вода и только известные вам растения и ягоды. Соблюдая все эти правила, можно смело отправляться в лес, не боясь там потеряться. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюс. Вот дивный новый мир, в котором, к сожалению, существует дефицит органов для трансплантации. Но наука и медицина с каждым днем стремительно делают открытия, которые в будущем могут полностью решить эту проблему. Так и в нашем сюжете вы узнаете о втором человеке со свиным сердцем. Ученые из США произвели фурор в сфере медицины, ведь они провели вторую операцию по пересадке свиного сердца в человеческий организм. Причем операция прошла успешно. Человек, которому производилась пересадка, страдал серьезным заболеванием, при котором ему грозила полная остановка сердца. Эксперимент прошел удачно благодаря генетикам, которые модифицировали орган так, чтобы он подошел к иммунной системе пациента. В общей сложности ученые провели 10 манипуляций с органом перед тем, как провести хирургическое вмешательство. И сделали это верно. Ведь уже через день после операции пациент свободно дышал и даже шутил. При пересадке чужеродного органа есть всегда несколько проблем. Первое – это, конечно же, анатомическое несоответствие некоторое. Все-таки это животное сердце не совсем точно повторяет человеческое сердце. Второе – это, безусловно, проблемы иммунной совместимости тканей между собой. И эти проблемы до сих пор не решены, при том, что уже технически возможна трансплантация в данном случае свинного сердца человеку. В целом, экспериментальная пересадка органов стара как мир, но до сих пор актуальна. Например, «Булгаковское собачье сердце» или «Чудовище Франкенштейна Мэри Шелли», написанное еще в XIX веке, практически предугадали нынешнюю ситуацию. И фантазийный мир уже стал реальным. Стоит отметить, что операция уже не первая. И в 2022 году те же ученые провели такую же операцию, но, увы, пациент прожил всего два месяца. Ученые объясняют это тем, что в том сердце нашли свино вирус, который помешал органу прижиться в чужеродной иммунной системе. На этот раз ученые учли прошлый опыт. Год назад, в январе, была выполнена подобная пересадка. Но, к сожалению, на сроках около двух месяцев пациент все же погиб. И здесь сыграло несколько факторов. И первое – это, возможно, не полностью подавление иммунного ответа со стороны организма человека. Возможно, это какая-то инфекция, которая пришла с пересаженным сердцем от свиньи, цитомигаловирусная инфекция. Но здесь, скорее, мы находимся на определенной точке очень большого пути, в начале этого пути. В плане возможного применения животных органов у человека. Если вы знаете, даже у человека, допустим, у беременной плод резус положительной крови, это может привести к серьезным проблемам у матери в околородовой период. Кроме того, здесь приходится подавлять еще и гены, контролирующие рост органов, потому что свиньи имеют массу более 100 килограмм. И для того, чтобы не происходило дальнейшего роста пересаженного сердца, не происходило давление в грудной клетке, требовалось решить еще и эту задачу. Теперь с уверенностью можно сказать, что спустя несколько десятилетий наука придет к точному генетическому модифицированию чужеродных органов, а может даже и клонированию человеческих. И это навсегда может решить проблему нехватки трансплантантов на пересадку для нуждающихся людей. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. Студия была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!